Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан, в студии Зухралиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Тысячи верующих на центральной площади Махачкалы. Все подробности масштабного маджлиса смотрите через несколько минут. Производить лечебный газ теперь будут и в Дагестане. В поселке Ленинкен торжественно открыли завод по производству медицинского кислорода. На родину с наградами двое дагестанских тэквондистов стали победителями чемпионата России. На центральной площади Махачкалы прошел республиканский маджлис, который собрал десятки тысяч верующих со всей республики и гостей из других регионов. Выступление ученых-богословов, нашиды, видеоролики, сценки. Программа мероприятия была яркой и насыщенной, а цель – сохранение мира и сплоченности дагестанского народа. Хамзанур Магомедов расскажет подробнее. Тысячи ярких фонарей светили на площади Махачкалы. Встречаем месяц рождения пророка Махаммада. Мир ему и благословения. В центре Махачкалы подобные мероприятия проходят впервые. Главная цель – вознесение всеобщей молитвы за благополучий мир на родной земле. Вечер-два постила более десяти тысяч человек, среди них и гости республики из разных регионов. Нахожусь в восторге, под большим впечатлением от увиденного, от всего происходящего. Меня больше всего поразило это единение, дух, который царил во время этого мероприятия. Как он всех сплотил, мусульман, и как много хорошего и доброго я услышала и для себя что-то, конечно, тоже обязательно переняла. Перед собравшимися выступили известные ученые-богословы. Лучшие исполнители нашидов представили свои произведения. Помимо этого мероприятия украсили видеоролики и поучительные сценки. На самом деле мероприятие прошло великолепно. Сам тот факт, что столько человек на площади говорили «Амин», вторые «Амин» слова молитвы, обращения к Всевышнему, столь важное для нашей страны время. И когда мы просили мира над головой, мира для всей нашей страны, и на самом деле многое стоит, я до сих пор нахожусь под впечатлением этого. В очередь хочу поблагодарить организаторов. Было все на высшем уровне. Сделали дуа, послушали молитв, прочитали. Дай Аллах, чтобы наши дуа, наши деяния Аллаху принял, чтобы был мир во всем мире. На территории площади всех угощали бесплатным кофе. А госсекретарь республики Магомед Саутан Магомедов профинансировал раздачу подарочных пакетов всем участникам маджелеса. Спасибо, много людей здесь бывают. Маша Аллах, все хорошо, дай Аллах. Я с работы ушел, чтобы присутствовать здесь. Не ожидал, что столько людей придет. Честно, думал, даже по времени не будет. Ну, мошел, собрались. Энергия такая была позитивная. Когда нашиды были, когда какие-то лекции были и так далее, просто чувствовалась теплота. Очень большие эмоции, очень понравилось, особенно вот эти, которые имамы, эти муфтият, которые говорили, помощники. Очень даже понравилось. Эмоции очень большие. Организатором вечера дуа выступил муфтия Дагестана при поддержке главы республики. Акция призвана в первую очередь сплотить дагестанский народ, укрепить их братство и единство в тяжелое время. Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с делегацией посольства Объединенных Арабских Эмиратов в России во главе с послом Мухаммадом Ахмадом Аль-Джабера. Гости прибыли в республику накануне для участия в неделе культуры Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации. В Махачкале мероприятия продлятся до 30 сентября. Владимир Путин назначил главу управления Следственного комитета России по Адагестану. Им стал Дмитрий Беляев, исполняющий до этого обязанности главы Следственного комитета по республике. Указ об этом подписан 26 сентября. Беляеву 41 год состоит на службе с 2003 года. Работал на различных должностях правоохранительных органах Пензенской, Тверской и Самарской областей. В поселке Ленинкен торжественно открыли завод по производству медицинского кислорода. Инвестпроект был реализован в очень короткие сроки. Полная загрузка мощности позволит производить более полутора тысяч тонн кислорода в год. Наличие в регионе такого предприятия актуально не только в связи с пандемией коронавируса. Для чего еще может пригодиться лечебный газ, узнавала Патимат Ханапова. Это самое сердце предприятия. Сеть труб напоминает кровеносную систему. Именно по ним и будет циркулировать жизненно необходимый кислород. Открытие такого завода – большое событие для Дагестана. Это первое специализированное по этой части предприятие в республике. Мы находимся в помещении раскачки из жидкого кислорода в газообразное состояние. Переходит газ и на этой рамке они закачиваются в эти баллоны, которые позади меня вы можете видеть. Нехватку медицинского кислорода дагестанские медики остро ощутили в период пандемии. В перезаболеваемости коронавирусом лечебный газ приходилось завозить буквально из всех доступных источников России и за рубежом. Чтобы уйти от такой зависимости, было принято решение построить свое производство. Теперь путь от места изготовления до места лечения сократится в разы. Мы, кстати, сильно знаем и, наверное, только главврачи знают, в какой ситуации находились махачкалинские больницы, да, я думаю, больницы других районов Дагестана, когда из Волгограда машина или не выехала, или отпуск не произведен. И когда главврачи и дежурные смены должны были принимать решение, кому подавать кислород, кому не подавать кислород. Это тяжеленные, на самом деле, минуты были. И от всех жителей Махачкалы хочу сегодня еще раз сказать слова благодарности за такую заботу в тяжелые минуты. Ну и самое главное, медицинский кислород актуален не только в период пандемии. Он необходим в рамках плановой медицинской помощи при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а также в реанимации. Используют его и предприятия народного хозяйства, в частности, комплексы по выращиванию рыб. Много обсуждалось вопросов, будет ли он востребован, скажем так, в бесковидный период. Да, у нас есть пациенты, которые всегда нуждаются в медицинском кислороде. Но у нас есть рядом и субъекты, которым мы тоже будем готовы помочь в поставке кислорода. И им поставка кислорода с нашего субъекта будет значительно ближе. То есть мы не прогадали в том, что мы действительно построили этот завод у себя. Мы стали первыми. В сутки линия сможет выпустить до 5 тонн кислорода. Этот объем может полностью закрыть потребности республиканских больниц. Общий бюджет проекта составил более 120 миллионов рублей. По тематам Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. В Дагестане обновили участок автотрассы протяженностью 9 километров на пути из Астрахани, Кочубей, Кизляр, Махачкала. С начала работ в мае прошлого года дорожники разобрали существующие покрытия и положили три слоя асфальтобетона с армирующей геосеткой. На всем протяжении дороги заменено металлическое барьерное ограждение, появились разметки из термопластика и новые дорожные знаки. Кроме того, на пешеходных переходах теперь есть дублирующие дорожные знаки. Напомним, автомобильная дорога федерального значения Астрахань, Кочубей, Кизляр, Махачкала имеет протяженность 482 километра. 269 из них проходят по территории Дагестана. Свечи, цветы и мягкие игрушки. В Махачкале почтили память погибших в Ижевске детей и взрослых. Акция была инициирована Салманом Дадаевым. У скульптуры дети депутаты, общественники и школьники выразили соболезнования всем, кто потерял родных и близких в ходе вооруженного нападения в школе номер 88 города Ижевска. Мэр Махачкала в свою очередь пообещал, что со своей стороны предложат все усилия для обеспечения безопасности детей столичных школ. Исчадие ада забрало у нас, у родителей самое ценное, что может быть, детей. Дети пострадали. И те, чьи жизни он забрал, и те ребята, которые подверглись психологическому шоку от этого, не понимаю, на самом деле, не могу даже приблизиться к той скорби, которую испытывают родители, наши коллеги по Ижевску. Но мы солидарны с Ижевскому, с Ульмуртией в этом горе и не могли остаться в стороне. Буквально вчера, по моей просьбе, городские депутаты встречались с министром образования. Мы давно эту работу с Минобразованием, Минфином ведем. После этого, я думаю, однозначно будет принято решение о дополнительном усилении всех, не только махачкалинских, но и дагестанских школ. Двое дагестанских тэквондистов стали победителями чемпионата России. Соревнования в эти дни проходят в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. На высшую ступень пьедестала поднялись Шамиль Магомедов и Магомедрасул Амаров. Магомедов выиграл золото в весовой категории до 58 килограмм, а Амаров лидировал в весе до 74. Серебряным призером чемпионата в весе до 73 килограмм стала Нина Урганаева. Также в активе наших спортсменов еще три бронзовые медали. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин